Ну, я думаю, что с экологической катастрофой прежде всего и главным образом можно бороться только политическими методами. Сейчас полно у нас изобретателей, которые на коленке делают великолепные вещи, например, какую-то суперпереработку мусора, какие-то зеленые двигатели, источники энергии, не повреждающие, струнный транспорт, например, в Белоруссии, там сейчас развиваются электромобили Илона Маска и так далее. Но для того, чтобы это делать не на коленке и в сарае, и как-то внедрить, для этого нужна политическая воля. Вот эти малышки, хоть комитет СТА, хоть вот эта сеть экспертная, о которой я говорю, хоть волонтерские организации, они же не тянут, по ним же бьют гаубицами из правительственных организаций, у которых все деньги, все медиа, весь административный ресурс. Мы не справимся, и бесполезно, вот я говорила, что и олигархи пострадают, безусловно. Но уговаривать их, как показывает опыт, совершенно бесполезно. Поэтому нужны политические методы борьбы с, я бы сказала так, природоубийственной цивилизацией. Вот мы сложили сейчас на земле природоубийственную цивилизацию. Я уже говорила, вот эти сырьевики по всему миру, не только в России, они короли. Ну, я сказала, что все проблемы мира от того, что там маленький процент владеет львиной долей богатства. Как эти ребята сумели это сделать? Очень просто. Манипулируя сознанием людей, изменяя это сознание, превращая их в статус рабов разными совершенно способами. И таким образом люди с измененным сознанием, практически сейчас 90% населения, или даже больше, это зомби, которые работают на эту олигархическую верхушку. Кроме того, напрямую олигархические структуры, на чем они держатся? На обществе потребления. Любые капиталистические, так сказать, структуры, банковские, финансовые, промышленные, они держатся на объеме продаж и на росте экономики. Потребляй, потребляй, потребляй. Общество потребления – это смерть планеты. Просто смерть. Причем олигархический режим создает сверхпотребление на своем полюсе, сверхбогатом. И колоссальные проблемы на полюсе нищим. Потому что нищие люди и браконьерствуют, и неправильно утилизируют мусор, и разрушают леса, чтобы выжить, и ловят рыбу краснокнижных животных, чтобы как-то не умереть с голоду. И, наконец, люди на нищем полюсе неграмотные. Они не понимают многих вещей, которые разрушительны для экологии. Он будет тебе мыть машину в реке, что угодно делает, сбрасывать мусор, как делает это. Китай в Тихий океан. Ситуация с экологией России самая тяжелая, самая позорная, я бы сказала, для русских постыдная. Мы действительно гигантская страна с богатейшими ресурсами, не только которые в земле лежат, но и с богатейшей землей вообще. Наконец, мы очень интеллектуальный народ. Мы сейчас в очень жалком состоянии. Мы работаем как экологический донор. Мы закрываем по существу своим телом чужие прорехи. Посмотрите, что происходит. Китай, раскрутив гигантскую вот эту свою промышленную революцию, обеспечил объем выбросов углекислого газа первый в мире. Китай в 10 раз имеет больше рака, чем прочие в среднем по миру. И никто не говорит, какой ценой достигается вообще это экономическое процветание Китая. Они выбрасывают мусор в Тихий океан. Там уже острова размером с Соединенные Штаты. Вы знаете, есть хороший образ можно придумать, когда они уже полезли стричь нашу тайгу. Знаете, что получается? Безвольная, совершенно плохо управляемая Россия, которая не отслеживает совершенно свой национальный интерес, за взятки чиновники отдают на растерзание эту тайгу. Вот возникает такой образ, когда еще живое тело России начинает разрезать на органы. Вот вырезают там, я не знаю, что вырезают, когда рубят сибирскую тайгу. Легкие. А китайцы что, не понимают, что им нужен кислород? Не понимают. Не понимают. Мы получили такую интересную картинку, что миром управляют люди без мозгов. А я хотела бы добавить, что противостоит этому негосударственные структуры. Ну, есть у нас теоретический комитет по природным ресурсам, заметьте, как называется в Государственной Думе, ресурсам. А кто природу будет защищать? Приезжайте в Белоруссию, там в каждом городе, мы много с ними работаем. Висит плакат «Я люблю Беларусь». Посмотрите, как содержат свои леса и озера Лукашенко. А у нас всё под нож. Вот именно это вырезание органов. Вырезаются леса, вынимается вода. Это всё равно, что кровь выпить из живого тела. Вода – это кровь вообще организма живого. Что это такое вообще? У нас нет государственных организаций, которые бы за это отвечали. А коррупция идёт в такой разнос, что невозможно, за взятки всё продаётся. И я бы хотела сказать такую простую вещь. Мы, экологи, политические экологи, жизненно нужны всем абсолютно, включая олигархов. Посмотрите, что происходит. Совершенно недавно на борту самолёта умерла дочка английского миллионера. Ей было, по-моему, 15 лет. Она умерла от аллергии. Ну и забери все свои миллиарды. А Стив Джобс, руководитель этой фирмы, суперфирмы Apple, он умер от рака в 56 лет. Ну, возьмите свои миллиарды и ложитесь с ними в гроб. Значит, аллергия, рак – это болезни грязных средств. Бесполезно с ними лечиться какими-то лекарствами. Надо чистить воздух, воду, ну всё, почвы. Такая организация, как Greenpeace, она вообще используется как инструмент такой конкуренции. Они вам будут рассказывать, что нельзя добывать нефть на шельфе России, но им можно, Америке можно. Они вам расскажут, что вредно добывать сланцевый газ, но при этом они отутюжат американцы Донбасс и зачистят его только потому, что там месторождение сланцевого газа. И по контракту с фирмами американскими надо платить компенсации тем, кто там живёт и чьи дома будут разрушены. Ну, так если их разбомбить и поубивать, так и платить не надо, и сланцевый газ будет выгоднее. То есть, вы понимаете, там всё равно присутствует коммерция. Ещё раз повторяю, олигархический режим, заточенный только на прибыль, только на барыш, здесь и сейчас. Это совершенно безумная политика. То есть миром управляют безумные люди. По существу природа убийцы. Поэтому оказать им сопротивление – это вообще жизненная позиция, и главное занятие тех, кто хочет жить. По существу надо создавать партию жизни, движение жизни. Вот это, наверное, главное. Доктор философских наук Евгений Тимофеевич Бородин говорит, что олигархи насильственно держат цивилизацию в архаичных феодальных отношениях. Когда маленькая кучка по принципу клана и наследственности передаёт вот эту неправедную власть и душит, 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 душит на земле всё живое, забетонировав совершенно все социальные лифты, чтобы поднять наверх людей умных, талантливых и, по крайней мере, понимающих, что мы ползём к могиле. Как это преодолеть? Сейчас по всему миру развиваются сетевые методы управления социумом. Посмотрите, как борется Франция. Она выводит вот это движение «Франция в гневе» чисто по сетям. В работе Юлия Александровича Лисовского, кандидата в физико-математических наук, который стал у нас и экологом, и экономистом, и политологом, чётко и подробно расписаны методы народного самоуправления с помощью сетевых структур. Я должна сказать, что все, кто меня слышит, пусть сейчас подумают, что нужно бы поддержать тех людей, которые помогают развитию народного самоуправления. Задача абсолютно простая и абсолютно решаемая. Надо найти деньги на маленькую группу программистов, которые сделают, и это не так сложно, вот такие одноранговые пилинговые сети, где все участники равны, чтобы вместо этой совершенно паразитарной государственной думы ввести прямую демократию. Вот партии, движения, это всё-таки архаика. А нам придётся действовать очень малыми силами, поэтому новыми технологиями сетевые. А для этого мы должны экономить силы. Очень много зря идёт сил на то, что люди никак не могут выбросить из головы вот эти архаичные, устаревшие какие-то политические доктрины. Посмотрите, сколько организаций, которые тащат, «Давай царя-батюшку, давай мы там этот какой-то Советский Союз вернём». Во-первых, это совершенно не проходит у молодёжи, в этих организациях одни пожилые люди, это во-первых. Во-вторых, я сейчас хотела бы обратить внимание на работу Александра Петровича Шабалина, которая называется «Информационный терроризм». Он пишет об экологии сознания. Экология сознания – это вообще номер раз. Сейчас поле, на котором идёт война. Нам вбивают всякую дурь в головы. Первое. Либералы говорят, главное – деньги. И эта зараза внедрена в 90 с чем-то процентов умов молодого поколения. Деньги и ничего больше. Я уже привела пример. Уйдет, ты будешь миллиардером, но умрёшь в 50 лет от рака. Ну и всё, и бери свои деньги сюда. Разумеется, нельзя впадать в крайности. Надо людям дать деньги, чтобы жить. Вот почему мы не можем набрать какой-то, я бы сказала, значимый объём протестного электората, хотела сказать, населения. Потому что люди в провинции просто задавлены. Они нищие, им нечего есть, им не на что жить. Они боятся шевельнуться, потому что в городе нет работы. Если он засветится на митинге, его выгонят с работы. И это на самом деле смерть для всех, тем более для нашего правительства, которого до Гаги просто не довезут. Вот Дерипаску уже распотрошили, у него отняли 60% активов. В чью пользу? В пользу американских финансовых организаций. Наши олигархи это просто почтовые голуби, которые доставляют русские активы в американские банки. Но не только в американские. Поэтому первое, что мы должны понять, главное вычистить голову от мусора. Главное понять, куда двигаться. Без ясной цели мы никуда не двинемся. Комитет СТАС-партнерами много лет разрабатывает концепцию экоцивилизации. Цивилизации, которая будет жить в согласии с природой. Мы, по существу, стоим на пороге цивилизационной революции. Она же антиолигархическая. Ее еще называют биосферной, зеленой революцией. Все сферы жизни человека должны быть подогнаны под возможности экосистемы. И экономика, мировоззрение должно быть геоцентричным. Экономика должна быть нерастущей. Слушайте, мы что, с ума все посходили? Рост экономики? Ну, Земля, она имеет конечные размеры. Ну, я физик. Да, ну как можно в конечной системе устроить бесконечный рост? Это вообще... Там шизофреники наверху сидят или как? Значит, есть Серж Латуш, француз. Мы его обильные работы цитируем. Он говорит, антирост должен быть. Во всяком случае, нужно вогнать производство в емкости экосистемы. Нужно всячески проповедовать минимализм в потреблении. Тогда как общество потребления олигархическое заточено над максимум потребления. Бери, бери, бери все эти торговые центры, покупай, покупай. До посинения. А потом выбрасывай в мусор. Сейчас на Западе набирает движение минималистов. Когда одна футболочка, одни кроссовки и так далее. Молодежь переезжает в маленькие плохо отапливаемые квартиры. Есть в России движение зеленые при зеленые. Набирает популярность движение вегетарианцев, которые говорят, что под коровье пастбище вырубается 90% лесов. Очень неэффективно питаться мясом. Давайте сокращать эти потребности тоже. Баланс все время находить. Процитирую Лисовского. Коэволюция человека и природы должна происходить. Наконец, третье. Не может несправедливое общество, которое мы сейчас имеем, найти общий язык с природой. Если люди так несправедливо живут, один лопается от роскоши, второй в нищете корчится. Такое общество не может справедливо относиться к природе. Для него и природа. Это просто какая-то шавка, которую нам надо эксплуатировать. Это бездонная помойка и дармовой склад ресурсов. И все. И, наконец, последнее. Мы должны закрыть мусорные области. И это, прежде всего, производство оружия. Я всегда говорю только одно слово. Думай. Думай, получай информацию, оставляй в своем графике жизненном не только время для своей квартиры и дачи, но и для того, чтобы стать гражданином. Получай информацию, думай. У нас все доктрины, через которые прошла наша Россия, они все патерналистские. Нам внушали, что у нас Бог спасет, царь спасет. Кто там дальше у нас? Великий Ленин, великий Сталин, хороший президент. Вот сейчас выберем хорошего президента и ляжем в зимнюю спячку. Вот один раз бюллетень бросим в пять лет и пусть он там пашет. Ты и только ты отвечаешь за то, как ты живешь. Если ты живешь плохо, ты виноват сам. Вообще ругать власть у дел рабов. Рабский менталитет надо вышибать. Ты несешь ответственность за то, что происходит. Вот ты, если все время говоришь, а что я могу? Ну, тогда и живи как раб. С кого ты спрашиваешь? Только на себя надейся. Сам ты за все отвечаешь. Но здесь я хотела бы сказать, самое важное, что поштучно никто не потянет. Поэтому нас и пытаются атомизировать и превратить в кучу песка. Собери хотя бы двух. Почему я все время настойчиво произношу слово сеть? Сеть – это коллектив. Что такое комитет ста? Это коллективный разум. Почему нас так сейчас все хвалят в последнее время, особенно усиленно и даже за рубежом. Нас так высоко поднимают. Потому что мы создали коллективный разум. Ситуация сейчас такая сложная в мире. Нет такой головы никакого президента, который один бы все разрулил. Комитет ста – это как мушиный глаз. Каждый у нас биолог, физиолог, психолог, техник и так далее. Каждый видит свою фасетку, свою сторону жизни. Мы складываемся и находим какое-то общее решение. Ты отвечаешь за свою жизнь, но обязательно координируй свои действия со своими товарищами. Ищи единомышленников только коллективы, только понимание общности, понимание локтя. Вот мы, земляне, как у Высоцкого, надеемся на крепость рук, на руку друга и вбитый крюк. Вот на страховку и на руку друга. Объединение всех нормальных, здравомыслящих людей, которые желают жить. В последнее время, работая с иностранцами, я испытываю стыд. Вот к нам относятся как к лузерам, как они говорят, как к лохам. Нас ограбили, ну что ты подставился? Да, нас выкачивают, да, мы сырьевой предаток. Ну так сопротивляйся как-нибудь этому. Почему я еще раз повторяю, Париж бьется, там города все французские на площади. Чего мы трупом лежим? Мы говорим, надо двигаться строго в легитимных рамках. По конституции положено местное самоуправление. По конституции разрешены митинги и пикеты. Почему мы ничем этим не пользуемся? Нас грабят, мы сидим. Я хотела бы сказать, что Илон Маск, миллиардер, который все свои миллиарды вкладывает не в золотые унитазы, а в экотехнологии, герой американской, канадской молодежи. Герой. Значит, мы отстаем безумно, я говорю, стыдно. Мы отстаем не только в науке. Образ жизни у нас безобразный. Почему мы его терпим? Почему у нас нет частных домов? Почему мы живем в таком гадюшнике, который называется Москва? Почему сюда стянуто уже 23 миллиона? Это только то, что признает Собянин. Потому что так выгодно строительной мафии. Почему мы не защищаемся вообще? Где мы утратили вот эту... Мы веками утрачивали вот эту способность сопротивляться и приобретали способность терпеть. Я очень посоветую посмотреть мой ролик. Я не буду сейчас об этом говорить. Три удара по русской государственности нас ломали тысячу лет. Убивали самых пассионарных, самых умных. И при крепостном праве убивали, и большевики убивали, и либералы убивали. У нас повыбили весь плодородный слой пассионарьев, сопротивляющихся. Вот у нас демографическая катастрофа, не только количественная, но и качественная. Поэтому я думаю, вот с этой секунды давайте станем гражданами. Это первое, что нужно сделать. Сказать, я все могу. Давайте станем гражданином. Я тысячу раз выслушиваю эту позорную фразу. Я работала и во Франции, и в Японии, и во многих других странах мира. У нас друзья в Америке, у которых мы жили, в Канаде и так далее. Ни разу я не слыхала фразу, что я могу. Попробуйте 90-летней, например, хозяйке моего дома, итальянке, сказать, что она старуха. А у нас что? С 40 лет говорят, да вот кто меня, он сейчас таксист меня вез. Он говорит, мне 45 лет, кто меня на работу возьмет. Я старый. Давайте не будем себя позиционировать ниже плинтуса. Мы все можем. Продолжение следует...